Всем привет! Это FreeStudio21.com. Сегодня говорим о том же самом, о чем я говорила уже несколько раз, как выразить необходимость. Но, если вы пересмотрели все ролики о модальных глаголах, у вас, наверное, в голове уже каша. Вы уже не знаете, как же, собственно говоря, какие именно модальные глаголы где употреблять. Проблема, как правило, не в том, что мы можем сомневаться, какой модальный глагол вообще модальный, какой нет. Вопрос в том, какие когда ставить. Итак, я нарисую сейчас табличку. Так, напишу заглавие для начала. Как выразить необходимость. Вы увидите, что необходимость можно выражать разными способами. Это своего рода будет такая шпаргалка или карта, как хотите, называйте. mind map там какой-то там. Итак, первая колонка. Это у меня будут глаголы. Usual suspects мои все. Которые могут выражать необходимость в разных ситуациях. Это может быть must. Само собой. Это может быть его двойник have to, который всегда его преследует. И у него, естественно, может быть прошедшее время. Had to. Не следует это забывать. Далее у меня может быть need. Он тоже может выражать необходимость. Кроме того, есть еще ought to. ought to. Он тоже может выражать необходимость. И иногда это может быть can. Так, и у меня уже нет места. И еще может быть may. Вот у нас целая куча подозреваемых. И как мне знать, какую необходимость, каким глаголом выразить? Какие вообще необходимости бывают? Давайте разберемся. Итак, это может быть... Так, сейчас я возьму какой-то цвет. Не знаю. Ну, вот такой. Это может быть личное мнение, что мне это необходимо. Не факт, что это нужно, но я так считаю, что мне нужно. Личное мнение. Так, дальше. Какая еще необходимость может быть? Может быть необходимость под давлением обстоятельств. Обстоятельства. Обстоятельства. Я чувствую, что я сейчас не буду помещаться. Кроме того, у меня может быть еще запрет. Запрет. Это что же необходимость? Только отрицательная. Далее запрет у меня будет худенький. Далее у меня будет обязанность, долг, закон и так далее. Обязанность. Обязанность. Долг. Я не знаю, что вам видно. Но я пишу очень мелко, потому что я хочу поместиться. Чтобы не бегать по экрану. И последнее, наверное, больше я ничего не вспомню. Это отсутствие необходимости. То есть не надо. Отсутствие. Отсутствие. Необходимости. Необходимости. Вот основные раз, два, три, четыре, пять категорий необходимости. Необходимость бывает разная. Итак, что же у меня маст? Что он может показывать? Естественно, маст показывает личное мнение, что я должна что-то сделать. Я не буду писать примеров, я просто буду писать, как образуется. Хотите примеры, смотрите ролик о масте, и вам все станет понятно. Значит, маст, если он выражает личное мнение, я должна, это маст плюс презент инфинитив. И помните, что ту с маст не употребляется никогда и нигде. Маст плюс презент инфинитив. Далее. Где еще может употребляться маст? Маст может употребляться с запретами. Маст, нот. И, естественно, презент инфинитив. Тоже. Презент инфинитив. И что еще может быть? Правильно. Еще может быть обязанность и долг. Не всегда, но очень часто. Маст плюс, опять же, презент инфинитив. Помните, что маст может относиться к настоящему времени и к будущему. И не дай бог к прошедшему. У него нет прошедшего времени. В прошедшем его заменяет had to. Следующее. Как видите, обстоятельств, необходимость под давлением внешних обстоятельств, нет, не может маст выражать. Отсутствие необходимости маст тоже не может выражать. Он выражает только запреты. Он очень сильный глагол. Едем дальше. Что касается have to. С have to все не так однозначно. Have to у нас тоже может выражать иногда личное мнение. Но реже. Все же. Так, я возьму какой-то другой цвет, а то у меня все синее. Have to бывает. Редко. Had to. В прошедшем времени может быть личное мнение какое-то. Ибо он же маст заменяет в прошедшем времени. Плюс, естественно, презент инфинитив. Помните, что здесь перед инфинитив ставится to. Ну, я думаю, вы обо всем догадались сами. Едем дальше. Что еще может быть выражать must? Выражать have to. Have to выражает обстоятельства. Мне пришлось сделать это. Мне нужно было сделать это, потому что меня заставили, мне сказали и так далее. Present infinitive. Я пишу сокращенно, у меня нет места. Далее, have to, have to может выражать отсутствие необходимости. И тогда он выглядит как don't или doesn't. Have to. Или didn't have to. Смотря по времени, что там у вас как. Didn't have to. Это его отсутствие необходимости. Как видите, have to почти не выражает запретов. И уж явно не выражает обязанности и долго. Едем дальше. Рассмотрим следующий. Следующий suspect у нас на очереди. Следующий подозреваемый – это need. Что же у него интересного? Что он нам интересного может предложить? Need употребляется для выражения необходимости под давлением обстоятельств. Так, сейчас я для него возьму какой-то цвет. Как это выглядит? Это может выглядеть… Так, сейчас я не буду помещаться. Need плюс present infinitive. Present infinitive. Но иногда этот present infinitive может быть еще и passive. Он может быть passive, пассивный. То есть, my door needs to be painted. Вот что-то в этом духе. Или же need еще может употребляться с инговой формой. Если вы не знаете, что такое инговая форма или что такое пассивный инфинитив, смотрите мой плейлист об инфинитивах и инговых формах. И еще need употребляется для выражения отсутствия необходимости. Don't need. Don't need. Или needn't. Needn't. Кроме того, еще может быть didn't need в прошедшем времени. Мне негде писать, поэтому я его писать не буду. Едем дальше. Следующий. Следующий у нас ought to. И слава богу, ought to потребляется не так часто. Он обычно выражает только обязанность и долг. Кстати, вернемся немного назад. Need не выражает никогда личного мнения должен. Need не выражает никогда запретов, обязанностей и долгов. Этого за ним не числится. Вернемся к ought to. От to выражает всегда долг. Так, сейчас я поднимусь, посмотрю, где у меня долг. Чтобы я его не написала, куда не надо. Вот сюда. От to плюс инфинитив. То есть, когда речь идет о законах, о каких-то обязательствах, вы должны придерживаться правил. Это не факт, что люди их придерживаются, но вы должны. Речь идет о каких-то таких высших моральных обязательствах или законах. Больше от to вы вряд ли где-то встретите. Следующее. Следующее – can. И многие могут мне сказать, что, спрашивается, can делает там, где необходимость. Причем тут необходимость. Can обычно выражает способность, возможность, но не необходимость. Да, так оно и есть. Но дело в том, что и can, и may, кстати, поэтому я их объединю в одну категорию, могут выражать что? Правильно, они могут выражать запрет. И запрет. You can't smoke here, например. И если у вас такая ситуация, вам нужно поставить can или can't, may или may not. Поэтому у вас может это, ну, относится к необходимости. Запрет же – это необходимость. Вот, поэтому у вас будет can not, can't я напишу, и may not. to, то есть вам нельзя, плюс, естественно, present infinitive, плюс present infinitive, плюс present infinitive, естественно, без to, не забывайте, пожалуйста, это. Ну, а во всех остальных случаях они, естественно, не употребляются, ибо это для них просто, ну, нет потребности. Я не говорила здесь умышленно о синонимах, которыми можно заменить эти слова. allow to, там, всякое такое. Я говорила о них в предыдущих роликах, я не хочу повторяться и занимать ваше время. Вот эту таблицу можете себе иметь в голове. Это своего рода такая карта. Как видите, есть ситуации, когда можно употреблять, есть альтернативы. Есть ситуации, когда альтернатив у вас просто нет, поэтому ничего не поделаешь. Смотрите дальше, будет интересно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.